Добрый день, меня зовут Юлия Тадеуш. И сегодня мы немного поговорим о том, что нужно делать с розами летом, во время цветения. Ну, кроме того, что мы наслаждаемся их красотой. Конечно же, есть какие-то заботы, хотя они пока еще не очень обременительные, но в целом они есть. Ну, во-первых, прежде всего, для продления цветения мы постоянно чистим наши цветочки. То есть вот все то, что у нас отсветает, мы удаляем вот такие вот сначала в кисти мы удаляем просто цветочек. Почему вообще нужно это делать? Во-первых, этим мы продлеваем, я вот говорила, само цветение. Во-вторых, когда дожди и вот эти вот листики, которые остаются вот здесь среди цветочков, они начинают киснуть. И в итоге, может быть, даже попадают вот эти листики гнилые на новые бутончики. И тогда могут бутоны загнить, повредиться, заболеть ботритисом и тоже сгнить. Поэтому вот очень важно розы чистить. Что касается вот таких вот, видите, у меня розы в разной степени, в разной стадии цветения. Здесь вот мы удаляем просто бутончик, чистим сам цветочек, чтобы ничего не гнило. А есть целые кисти, которые отцвели. И их нужно обрезать, обрезать до первого хорошо развитого пятилистника. Вот я обрезаю. В итоге вот то, что отцвело, вот оставляем вот так вот в таком состоянии нашу розочку еще пока цвести дальше. Здесь вот если нам как бы смотреть вот этот кустик в целом, мы можем найти даже вот, смотрите, вот на этом сорте. Вот это вот очень хорошо видно. Вот то, что нам нужно сейчас удалить. Посмотрите, он даже не успел распуститься. Это результат очень сильных ливней. То есть постоянно идет влажность. И вот этот цветочек поврежден, он повредился, у него ботритесь. И вы видите, какой вот он все, он не распустился, к сожалению. Поэтому мы тоже его обрезаем, чтобы он нас не задерживал образование новых цветочков. Вот с этой веточкой то же самое. Это сорт подвержен просто гниению такому во время осадков. Поэтому надо вот за ним очень внимательно следить и сразу все удалять. И вот наш куст стоит и цветет дальше. Очень многие спрашивают меня вообще, что еще в принципе делать во время цветения, кроме как вот искать такие, обрезать то, что отцвело цветочки, то, что повредилось дождями. Я могу сказать, что подкормки во время цветения не рекомендуются, потому что подкормки опять же сокращают время цветения. Но в этот период времени, в конце июня, в начале июля, вообще бывают еще разные вредители нападают на наши розы. У меня, ну как бы нету такого на листиках. Но я очень часто среди фотографий, которые мне присылают, в инстаграме, в фейсбуке встречаю повреждения цикадкой. То есть листик становится сверху, если вот мы найдем, мы вам обязательно покажем. Вы увидите такое белесое такие пятна, которые сверху на листиках. Это работа цикадки, которая сидит на самом деле с внешней стороны, с внутренней стороны листика. И мы ее не наблюдаем саму. Достаточно обработать окторой системным препаратом. Она, в принципе, вот лед этой цикадки разовый такой именно в этот период. И для того, чтобы ваши розы оборвать вот эти больные листики, которые, вернее, поврежденные. И розочка наша будет свести дальше. Что касается болезней, вообще, в принципе, если вы вовремя обработали, обрабатывать надо было как раз-таки в середине июля, последний раз, от заболеваний до цветения в середине июня, то, в принципе, кроме как вот серой гнили, да, ботритиса, который повреждает, ну, дожди, мы ничего не можем, в принципе, с этим особо поделать, то ваши розы, по идее, болеть уже сейчас не должны. И обработки, в принципе, какие-то лишние, ну, нежелательны. Но, безусловно, если у вас розы болеют, то тогда профилактика, лечение какое-то им необходимо дополнительно обработать. Единственное, что я не рекомендую это делать, во-первых, в такую жаркую погоду, днем. Это нужно делать ранним утром, но только желательно не по росе, которая бывает с утра на розах, то есть должно немножко подсохнуть, либо вечером. Вот эти все обработки вы можете обработать профилактически каким-либо препаратом. Мне вообще тоже присылают фотографии. Вот когда вот такие вот желтые появляются внезапно листья, вроде бы развивалось. Я вам что хочу сказать. На самом деле я очень четко понимаю, что вот это вот повреждение и вот этот желтый лист, это на побеге, который весной, зимой получил повреждение, получил инфекционный ожог. Я его оставила, но в итоге вы видите и слепые побеги, и вот такие вот желтые листья. Поэтому все, что можно сделать, это, конечно, до более-менее нормального вообще побега либо обрезать, если у меня есть много побегов. Я сейчас лучше вот вырежу вот эти вот совсем не состоявшиеся. Но это все результат зимовки. Сейчас достаточно просто обрезать. Видите, сверху оно еще нормально развивается, этот побег. Поэтому мы просто вырезаем. А вот тот самый инфекционный ожог, ну вот силы у него, у побега, он все-таки функционирует, но, как мы видим, силы не хватает на полностью все побеги. Поэтому что-то все-таки цветет, а что-то вот приходится потом обрезать. Опять же, очень часто спрашивают по поводу, вот видите, здесь такие розовые точечки, да, спрашивают, нормально ли это. Я могу сказать, что на самом деле, вообще, в принципе, это особенность сорта. Особенность сорта реагировать так на капли дождя. И если как бы дождя, ну там не сильно много, то, в принципе, мы видим, что остальные цветочки зацветают нормально. Мы просто вот то, что отцвело и покрылось пятнышками, обрываем и все. Но если осадки увеличиваются, то, опять же, вот этот вот сорт, который расположен к такой реакции на капли дождя, он будет и предрасположен к ботритису, который в случае сильных дождей разовьется у этой розы. И тогда вообще, в принципе, начнут загнивать не только цветочки, но и бутоны. Вот видите, вот он, вот как раз-таки, вот это уже ботритис пошел по нему, потому что ему слишком влажно. Он не любит осадки. После того, вот смотрите, я сейчас обрываю наши цветочки, она еще цветет. Вот. Что делать с кустами после того, как отцветет большая масса цветов? То есть там еще какие-то одиночные бутоны будут появляться, потому что это будет роза, допустим, цвести на побегах текущего года, которые будут отрастать. Но мы уже должны готовить ее для второй волны. Мы обрезали с большего все, что отцвело, и после этого мы даем розе подкормку. Конечно же, мы даем розе азотное удобрение для того, чтобы был быстрый старт, для новых побегов, которые начнут цвести, закладываться для новых бутонов. Поэтому я обычно даю минеральное удобрение, я даю азотное удобрение. Подкармливаю по 30 грамм под куст, как весной фактически, аммиачной селитрой. И дополнительно можно подкормить либо настоем куриного помета. Если у вас есть коровий навоз или у вас есть конский навоз, то тогда вы им подкармливаете. В зависимости от того, что у вас есть. То есть мы подкармливаем и минеральными, и органическими удобрениями. В принципе, в нашей климатической зоне, я имею в виду Минска, это вот такая основательная подкормка будет последняя, я бы сказала, за этот сезон. Потому что дальше мы начнем постепенно готовить уже розы к зимовке. И давать немножко другие удобрения, уже меньше органики, меньше азота и больше фосфорокалия. Но кроме того, что мы дали им азотное удобрение, кроме этого мы можем еще дополнительно подкормить калинофосфорным удобрением по листу уже. На этот раз тоже, опять же, для того, чтобы закладывались новые бутоны, для того, чтобы роза еще цвела хорошо, ярко и красиво. До новых встреч, красивых роз и удачи!